Друзья, привет! Сегодня у нас не совсем обычный, не совсем обзор заседания Совета Безопасности ООН. Я бы даже сказал, что совсем не обычный и совсем не обзор, но для простоты назовем обзором. Он будет состоять из нескольких частей, в которых мы послушаем позицию Палестины, затем мы послушаем позицию Израиля, потом Ирана, потому что это три основных участника нынешних событий на Ближнем Востоке. Не считая каких-то внешних игроков, которых мы тоже посмотрим и обсудим. Но сейчас я считаю, что важно посмотреть позицию вот этих трех сторон, обсудить эти позиции, так как мир не черно-белый. И если кто-то вам пытается сказать, что нет, вот сейчас мир разделился на черное и белое, значит этот человек пытается вас обмануть. Даже на уровне одного человека нет однозначно плохого или однозначно хорошего. Люди сами по себе сложнее. Что уж говорить про государство и уж тем более про конфликты между государствами. У каждого из них есть собственная мотивация, собственное видение вот этого конфликта. И в этом обзоре, который будет разделен на несколько частей, мы во всем этом разберемся. Но для начала, коротко, секунд на 30, с чего все началось. В 1517 году Османская империя... Ладно, простите, перенесемся в нынешнее обострение конфликта, который длится уже столетиями. Но вот нынешнее обострение спровоцировал Хамас, когда напал на Израиль около полугода назад. Там жуткие кадры, вы наверняка их помните. После чего Израиль говорит, что надо поставить точку с Хамас. Ну а так как Хамас находится на территории сектора Газы, Израиль решил стереть с лица земли весь сектор Газа. Начал бомбить его, на что международное сообщество, посмотрев, сказала, «Не, мужики, давайте-ка вы там придержите коней». И начала давить на Израиль, чтобы тот прекратил свою военную операцию. Созывалось множество заседаний Генеральной Ассамблеи, заседаний Совета Безопасности ООН с призывом к Израилю, чтобы тот прекратил военную операцию. Но каждая инициатива, которая подразумевала прекращение огня, была витирована Соединенными Штатами. Которые говорят, мол, ребята, мы прекрасно понимаем, что Израиль применяет чрезмерную силу по отношению к сектору Газа. Но мы там сами как-то попробуем порешать этот вопрос. Так сказать, тихая дипломатия. Местные группировки, которые находятся там на Ближнем Востоке, наблюдая за тем, что никакого прекращения огня нет, стали обстреливать уже Израиль. То тут обстреляют, то там обстреляют, то корабли или израильские, или американские обстреляют. Израиль, в свою очередь, считая, что эти группировки спонсируются, вооружаются и контролируются Ираном, обстрелял консульство Ирана в Сирии. Говоря о том, что именно там находится центр управления вот этими группировками. Но так как это консульский объект и он защищен международным правом, это расценивается как нападение на страну, на что Иран уже обстрелял Израиль. Израиль, воспринимая этот обстрел как атаку на себя со стороны Ирана, обстрелял Иран. Кроме того, Палестина не представлена в ООН как полноправный участник. И поэтому параллельно с этим обсуждается вопрос о принятии Палестины в ООН как полноправного участника. Вот примерно вот с этого клубка и начинается заседание Совета Безопасности ООН. И я тут хочу сказать, что это были такие широкие мазки. Разумеется, там очень много деталей, нюансов и всяких подводных. Но общая картина примерно такая. Сейчас слово имеет его превосходительство господин Зиатабу Амар, специальный представитель президента государства-наблюдателя Палестина. Сейчас я предлагаю вам вместе со мной посмотреть и обсудить полное выступление представителя Палестины. Но вначале небольшая реклама. Тюменские CGPods становятся самым настоящим золотым стандартом беспроводных наушников в России. Избегая крайностей наушников Xiaomi и Apple сразу по всем параметрам. Тюменские CGPods устанавливают новый стандарт разумной цены на беспроводные наушники. 5000 рублей, аж в 4 раза дешевле, чем Apple с их совершенно неадекватной завышенной ценой. При этом у CGPods есть интересные фишки, которых нет ни у Xiaomi, ни у Apple. CGPods это стандарт неубиваемости наушников. Кейс из авиационного алюминия. Выдерживает 220 кило нагрузки. Уронить, наступить, сесть не страшно. Абсолютно неубиваемый материал. У тюменских наушников есть влагозащита. Можно принимать душ и ванну прямо в них. Более дорогие Apple от воды не защищают совсем. Тюменцы устанавливают эталон звучания, благодаря здоровенным динамикам на 10 мм. Тюменцы берут для своих наушников все лучшее от других брендов. Например, микрофон у CGPods такой же, как у Apple'овских ушей. Прямо с того же завода. Так же четко и так же чисто передает звук. Золотой стандарт эстетики наушников тоже за тюменцами. Выпускают CGPods сразу в пяти разных цветах. Супер приятных на ощупь софт-тач кейсов. К 2023 году тюменский бренд выкатывает и другие гаджеты. Умные роботы-мойщики, пылесосы всех видов, смарт-часы. Все тоже топовое и эталонное. По ссылке в описании можно ознакомиться. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. Там ссылка на беспроводные наушники CGPods по разумной цене. Там же промокод ЛИС2405 на скидку. Господин председатель, дамы и господа. Положение палестинского народа развивается. Вот уже более сотни лет. Палестинский народ стал жертвой событий, международных резолюций, решений, которые выходили из контроля Палестины. Мы стали жертвой истории. При этом мы ничего не сделали, чтобы эта история случилась. Мы пострадали от израильской оккупации с 1967 года и от последствий ситуации, которая сложилась в 1947 году. Мы обладаем правом на независимое государство, как и все другие страны мира. Мы продолжаем приносить огромную жертву, чтобы добиться этой цели. С 1988 года палестинское руководство, представленное палестинской администрацией, которая является законным представителем Палестины, мы продемонстрировали свою готовность закрыть главу конфликта, сядь за стол переговоров, чтобы изыскать справедливое урегулирование палестинского вопроса. И мы сделали все возможные истинные усилия. Также мы пошли на невыразимые исторические уступки, чтобы добиться мира, основанного на двухгосударственном решении, чтобы при этом гарантировать учредение независимого палестинского государства, которое будет суверенным в соответствии с 4 июня 1967 года, со столицей Восточной Иерусалиме. Также, чтобы решить вопрос о палестинских беженцах, основываясь на резолюции 194 государства Палестины, которое живет рядом со своими соседями в безопасности и мире. С 1993 года палестинское государство и руководство идет по пути переговоров. Мы надеемся, что эти переговоры приведут к желаемому решению. Международное сообщество поддержало двогосударственное решение. И эта позиция привела к тому, что государство Палестина стало государственным наблюдателем в Генеральной Ассамблее ООН в 2016 году. С того времени государство Палестина пыталось получить полноправное членство и призвало мир нам помочь, поскольку мы полагаем, что такое международное решение сохранит двогосударственную опцию и позволит палестинцам право на суверенное государство. К сожалению, некоторые пытаются воспрепятствовать принятию резолюции о приеме Палестины в организацию под непонятными предлогами. Если Палестину примут в ООН, это снимет ряд исторических несправедливостей, которые существуют уже в течение многих поколений. Таким образом, будут открыты широкие перспективы подлинного мира на основе принципов справедливости. То есть будет сформирован такой мир, которым воспользовались бы все страны региона. В связи с этим хотелось бы задаться вопросом, как предоставление полноправного членства Палестине, как любому другому государству, нанесет ущерб переговорам и взаимодействию между Израилем и Палестиной. Как это может отрицательно повлиять на международный мир и безопасность? Эти вопросы мы обращаем конкретно к Соединенным Штатам и к другим странам, которые выступили против того, чтобы моя страна получила полноправное членство. При том, что Израиль, то есть другая страна в израильско-палестинском конфликте, была признана, и Израиль получил полноценное членство в ООН. Те, кто говорят, что признание палестинского государства должно произойти через переговоры, а не за счет принятия резолюции ООН, вновь обращаемся к ним с вопросом, как было создано государство Израиль, как оно было признано в рамках резолюции 181 Генеральной Ассамблеи. Хотя тогда это было обусловлено тем, что Израиль будет выполнять резолюции 181 и 194. Предоставление полноценного членства государству Палестины станет хорошей основой для достижения мира в регионе, поскольку палестинско-израильский конфликт в разных его измерениях в настоящее время выходит за пределы исключительно Палестины и Израиля. Он сказывается и на других регионах на Ближнем Востоке и по всему миру. Вот почему мы полагаем, что пришло время, чтобы Совет Безопасности взял на себя историческую ответственность и обеспечил справедливость народу Палестины за счет резолюции, которая позволила бы принять Палестину в качестве полноценного члена ООН. Все те, кто пытаются чинить препятствия на пути принятия подобного рода резолюции, никоим образом не помогают перспективам мира между палестинцами и израильтянами, а также перспективам мира на Ближнем Востоке в целом. Такая резолюция, конечно же, не стала бы альтернативой серьезным политическим переговорам с конкретными графиками для того, чтобы выполнить двугосударственные решения, а также не подменяла бы другие резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, не решала бы остающиеся вопросы между Израилем и Палестиной, но она дала бы надежду палестинскому народу на достойную жизнь в границах независимого государства. Сейчас эта надежда рассеивается в течение уже многих лет в связи с тем, что правительство Израиля упорствует, оно отказывается, отвергает это решение публично и грубо, особенно после того, как началась война в секторе Газа и после того, как Израиль вновь оккупировал сектор. В связи с этим государство Палестина хотело бы поблагодарить все страны, признавшие нашу государственность и тех, кто активно поддерживает предоставление Палестине полноправного членства в ООН. Уважаемые дамы и господа, за последние 12 лет, после того, как Палестина получила статус государственного наблюдателя в Генеральной Ассамблее, наше государство сыграло положительную и конструктивную роль в нашей организации. Мы надеемся, что вы дадите нам возможность стать неотъемлемой частью международного сообщества, что позволило бы добиться международного мира и безопасности. Господин председатель, сегодня мы просим предоставить нам полноценное членство в ООН. Однако это не означает, что мы забыли, что происходит в секторе Газа. Такая полномасштабная разрушительная война, начатая Израилем против нашего народа, которая ведется уже полгода. В результате нее погибли более 35 тысяч палестинцев. 80 тысяч получили ранения. Главным образом, это женщины, дети и старики. Кроме того, разрушены жизненно важные инфраструктурные объекты в секторе, дома, дороги, университеты, мечети, церкви, больницы, госпитали, школы, систему водоснабжения. Большинство жителей Газа оказалось внутренне перемещенными лицами. Большая часть Газа непригодна для жизни, поскольку просто разрушена. Газа восстановится. Но то, что действительно будет разрушено, так это оккупация. Удары израильской армии продолжаются. Они продолжают терроризировать наш народ в разных городах, деревнях и лагерях беженцев, в том числе и в Иерусалиме. Очень важно, чтобы эти нападения прекратились и чтобы также прекратилась оккупация в целом. Мы призываем этот высокий совет, как никогда ранее, самым активным образом вмешаться в эту ситуацию и принять необходимые меры с тем, чтобы Израиль положил конец агрессии и позволил доставить гуманитарную помощь голодающим людям, а также незамедлительно ушел из сектора Газа, соблюдал положение международного права и резолюции международной законности. Международное сообщество не может безучастно взирать на то, как одна страна становится над законом и пользуется полной безнаказанностью. Израиль несет на себе полностью ответственность за разрушение в секторе Газа, поскольку эта агрессия по-прежнему продолжается. Кроме того, ответственность лежит и на странах, поддерживающих Израиль, как за счет оружия, так и за счет денежных средств. Именно они с политической точки зрения защищают Израиль, а мы рассчитываем на миролюбивые страны, которые хотят положить конец войне и агрессии и предоставить всю необходимую поддержку жителям Газа. Все, и особенно Израиль, должны признать, что безопасности невозможно добиться за счет войны и за счет оккупации. Мир на основе принципа справедливости позволит добиться безопасности и стабильности для всех. История учит нас тому, что наш регион не обретет стабильности без создания независимого палестинского государства в границах 4 июля 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, который жил бы в мире и безопасности с соседями. Дамы и господа, международная резолюция, которая предоставляла бы Палестине полноправное членство ООН в столь мрачные времена, по мере того, как продолжается война и широкомасштабное разрушение против сектора Газа и его жителей, такая резолюция стала бы способом отвергнуть войну и обеспечить права палестинского народа на жизнь в условиях свободы и достоинства. Дамы и господа, это прекрасный момент для того, чтобы международное сообщество и Совет Безопасности выполнили политические и моральные обязательства для того, чтобы поддержать дело Палестины и право на свободу и независимость с тем, чтобы преобладали принципы мира и справедливости. Я верю в то, что вы поддержите справедливость для палестинцев. Благодарю вас. В принципе, позиция Палестины предельно ясна. Остановите боевые действия и признайте нас полноценным участником ООН. Кстати, о позиции самой Палестины, да, как будто бы никто и не говорит. Говорят о позиции Соединенных Штатов, Израиля, России, Китая. Практически всех позициях говорят, кроме самой Палестины. Но вот мы узнали. Я прям от начала и до конца поставил. Я там вначале убрал буквально пару минут, где он говорит спасибо генеральный секретарь, те спасибо эти, но само выступление я поставил целиком. Что думаете, пишите в комментариях. Мы в следующем видео посмотрим на позицию Израиля, потом посмотрим на позицию Ирана, ну и так далее. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok